здравствуйте мои дорогие подписчики спасибо что снова на моем канале смотрите мое видео а если вы еще не подписчик так подписывайтесь на канал нажимайте на колокол и ставьте лайк под видео будет страшно интересно но кто у нас там следующий поинтересовалась женщина средних лет у молодой девушки эти прекрасные дамы работницы психбольницы сейчас у них было что-то вроде перерыва сменилась очередная смена санитарок и врачей они же устав от этого шума вместе коротали время на четвертом этаже тем более девушка оказывается была не совсем готова к такой стрессовой работе ей требовался покой где-то внизу еще слышался возгласы новых прибывших пациентов которые еще не успели получить свою дозу споительного я наполеон я вон апарт женщина уже давно привыкла голосам умоляющих а вот у девушки каждый раз пробегали мурашки оксан я здесь такой ужас нашла она подняла округлившиеся глаза будто десятирублевая монета на женщину какое-то досье на маленькую девочку соседи и друзья говорят что во время приступов она может убить кого угодно растерянно пролепетала брюнетка вертя в руках папку так так а вот тут уже поподробнее оксана выпрямилась и прихлебнула чай пять месяцев назад дача фроловых вся большая и дружная семья отдыхала на новой даче она была двухэтажной застекленным балконом огородом и садом был лишь один минус скрипящие полы которые не успели заменить перед переездом конечно по ночам это пугало и мешало но в принципе не критично старшие члены семьи ушли отдыхать на второй этаж только бабушка варя крутилась от подвала до огорода копая картошку морковку да и остальные овощи младшие же решили поиграть в прятки старшей сестре было 14 она сказав что и это уже не интересно пошла со своей подругой ровесницы погулять и посплетничать в садике заодно помочь и бабушке чур я вода я радостно закричала шестилетняя ира поднимая руку и подпрыгивая давай нехотя уступил ее сестра ты считаешь вот тут она указала на дальний угол возле вазы а мы все будем прятаться сказала восьмилетняя яна под все она имела ввиду саму себя и двух сестер-близняшек а также соседского мальчишку ровесника яны пошел отсчет ира умела считать и до пяти до десяти даже до пятнадцати решив похвастаться своими способностями она начала успешно считать до пятнадцати дети успели спрятаться в разные места кто за шторы кто за дверью кто под кроватью а кто влез на подоконник спрятавшись за длинной шторы мест было много от этого и игра была веселее пятнадцать я иду из к громко крикнула ира но не увидев открытый подвал полетела прямо в него от пола первого этажа до пола подвала было метров четыре может быть пять взрослые заходили туда с осторожностью кто-то обязательно поддерживал лестницу наверху чтобы она не шаталась пол подвала крепкий бетон на который не раз бились банки с оленями первой встрепенулась яна она чувствовала ответственность за девочку увидев окровавленное тело своей сестры она просто не поверила своим глазам бабушка еще была на огороде она точно не слышала крик и девочки а если бы слышала то подумала что они так играют кричат веселяться придумывает разные забавные истории но было не до веселья я ну забила дрожь маленькие загорелые ручки поледенели всю голову будто ошпарила кипятком она перестала соображать перед глазами было только одно подвал залитый кровью рассеченный череп сестры ее открытые остекленелые глаза тем больше она вглядывалась в труп сестры тем хуже ей становилось ноги были ватными картинка перед глазами поплыла она сама чуть не упала в этот злосчастный подвал прошло 40 дней с этого события я она была совсем не своя будто одолела уныние а вот ночью плакавшись в подушку она услышала странный детский голос девушка подумал что ее будет сестры поэтому она закрыла уши ей не хотелось никого видеть и уж тем более слышать но голос продолжал вещать она не понимала ни единого слова в прямом смысле это был просто детский лепет спустя пару минут голос не утих девочка открыла уши сомнений не было это был ирен голос она узнает ее милую картавость из тысячи девочка верила в призраков и думала что ее сестренка решила остаться с ней хотя бы так всю ночь она мысленно с ней болтала как вдруг давай поиграем в прятки чур я вода насмешливо предложил голосок та самая фраза которая предшествовала трагедии ну давай робко согласилась девочка только давай ты тоже будешь водить будем вместе искать давай найдем чарли предложил голосок яна опять согласилась чарли была их собака породы французский бульдог милейшее существо которое на утро было найдено искромсованным своей же конуре мертвый бульдог лежал в неестественной позе голова была свернута на бок а от будки и до входной двери тянулись редкие кровавые капельки ручка двери была вымазана кровью на стенах виднелись отпечатки детской ладошки девочка сознала своем поступке даже не умолчала про голос иры в голове родители решили отвести ее к психиатру а заодно и самим провериться у психолога уже пятый месяц голос донимается до девочки диагноз неутешительный пришлось перевести на домашнее обучение несмотря на всевозможные препараты подруги девочки почему-то не боялись ее да и тем более я на больше не делала ничего из ряда вон выходящего ровесницы считали что у нее открылся магический дар она умеет разговаривать с мертвыми девочки не раз предлагали и поговорить с их умершими родственниками или может вызвать какой-нибудь чарли или пьяного ежика сегодня подруги решили переночевать у нее благо было достаточное место давай поиграем опять начал голосок это было даже не просьба а приказ девочка не владела собой я считаю до пяти раз-два-три-четыре-пять мы идем искать они нашли подруга по имени алена была найдена страшно изуродованы на лбу самого черепа была проделана дыра будто просверлили перфоратором удары ножом были сделаны точно в район грудной клетки они попали во все жизненно важные органы вторая девочка соня висела прямо на трупом у своей лучшей подруги ох как же было жалко морать белоснежную штору валой крови естественно по многим экспертным показателям девочку отправили в детскую психиатрическую клинику чей корпус был совмещен со взрослой такие-то моменты девочка осознавала свое существование билась дверь разрывала подушку в клочья никто не понимал каким образом она перемещается по коридорам клиники медперсонал жаловался что когда они шли на ночное дежурство чьи-то ручки душили их на шее оставались синяки она пробиралась во взрослый корпус и выкалывала глаза сумасшедшим я на больше не оставляла никаких знаков кать это жуть даже для меня она ведь все еще лечится у нас девушка кивнула боже она скорее одержимая может позвонить священнику сердца замерли тихую комнату пропороли оглушающие звуки скрипа дверь приоткрылась них появилась девочка со всклокоченными черными волосами и обезумевшими глазами я вас нашла воскликнула она спасибо что дослушали историю до конца поставьте лайк оставьте комментарий подписывайтесь на канал до новых историй до новых страшных и жутких историй